Здравствуйте, друзья! Вот эта хохочущая женщина, которую зовут Иветта, если вы сделаете поиск по каналу на Иветта, вы найдете все про нее. Она у нас в последний раз снималась, я скажу когда. Это была партия нашей двадцатилетия школы в начале сентября и Иветта тогда рассказывала про сексуальный стартап. Правда? Да. Было дело. Значит, она тут начала сексуальную инициативу, которая должна была перевернуть мир. Почему? Она еще в законченной поиске. Это была первая часть Марлезонского балета. Но корень женьшень там не требуется? Нет, совершенно. И даже сибирский цирюльник там не понадобится. Хорошо. Ну, короче, в общем, тебе сейчас немножко успокоилось. Да, я вообще успокоилась. Ну, ты скажешь там что-нибудь. Про что? Ну, там, например, вот производственные успехи. Ты работала, подожди, ты работала в консалтинг, который тебя слал на много-много проектов. У тебя это много-много было. Я помню, ты была в проектах, как породистая собачка в медальончиках. Абсолютно. Вот эти медальончики сыграли свою ключевую роль. Так. Что в какой-то момент я поняла, что да, могу и хочу идти дальше. Да. Вот. То есть, первая попавшаяся работа была в Аппле. Да. Первая попавшаяся. Она, кстати, была... То есть, я один из немногих людей сумасшедших, которые попав в Аппл, ушла оттуда через месяц сама. Подожди, ну ты яблоки там кушала или? Яблоки надгрызывала. Ну, поэтому ты не могла полностью врубиться. Нет, там просто сама... Понимаю, это правда. То есть, существует такая, как бы, вот, фишка-мулька, что Аппл не для всех. Вот. Нет. Конкретно он не для меня. То есть, если ты хочешь иметь представление, что происходит в проекте, куда вы идете, зачем вы идете, кому вы это делаете, зачем вы это делаете, когда все-таки сроки, вот, то тогда ты не можешь работать в Аппле. Понял. То есть, потому что там все супер-секретно, ты на каком-то уровне, какого-то уровня какого-то проекта делаешь чего-то непонятно для кого. Это как масонская ложа получается. Да. И я в таком... То есть, и при этом, как бы, начальников нет. Все демократично, все классно, но в какой-то момент ты понимаешь, что, в общем... Ну его нафиг. Да. И ушла из Аппла. Да. То есть, ушла по собственному желанию. Зарплата росла по ходу дела. Она как бы так немножко варьировала, скажем так. То есть, количественные изменения произошли сегодня, скажем так. Майлстоун такой произошел. Серьезно. Значит так, после Аппл ты где была? После Аппла я опять, так сказать, по воле судьбы... То есть, там было очень многообещающий проект. Я попала в HP. Так. На руководящую должность. У меня было целых два подчиненных. Не наши студенты сейчас? Абсолютно наши. Так. Вот. Интернационалы, русские, индусские, братья навек. То есть, очень хорошие девочки. Инди, Руси, Бхай, Бхай. Вот, да. Нет, они, кстати, там, из северных областей. Не важно. Что одна из Санкт-Петербурга, что другая из Пенджаба. С северных областей. О-о-о. Да. В общем, то есть, проект был очень интересный. И именно поэтому, как бы, позиция была, так называемый, контракт to hire. То есть, ты работаешь, как бы, короткий срок контрактором, а потом тебя берут на full-time после того, как ты доказала, что ты самая классная, самая лучшая. Ну. Вот. Вот. Все было хорошо. То есть, я там продержала аж целых три с половиной месяца. Но тут вдруг случились реорганизационные чудеса в HP. То есть, организация раскололась на две части. Практически весь hiring процесс, как-то так называемый, заморозили по полной программе. Да. И я поняла, что надо двигаться дальше. Я же не замороженная, я же не Снегурочка, а Таро. Я хочу сказать, ты в HP, нет, пришла в этот, в Apple проблема, в HP пришла в проблема. Проблема. Я хочу сказать, а сколько еще не сделано? А сколько? Да. А сколько еще надо разрушить? Куда ж ты теперь-то? Что будем крушить-то? В общем, вариант был такой. Или стартап полностью там как бы разруливать и быть единственной неповторимой, но в Сан-Франциско. Да. Или идти в закрытый, неизведанный проект, но в Google. Я тебе скажу, развалить Google – это гораздо почетнее, чем какой-то маленький стартап, который… Так, короче, ничего не развалило. Может, сам еще развалится. Значит так. Во-первых, если так быть конкретно четко техничной, то есть в Apple я ничего не разрушила. Я только немножко поменяла коэффициент машинной обработки. И поэтому машина закричала «Ой-ой-ой! Это уже не average! Там куда-то я поползла не туда!» Я не знаю, что ты имеешь в виду, но мы так не будем туда углубляться. Не будем туда углубляться. Нет, а в HP там тоже все было просто. Так, подожди. Значит, давай так. Вот ты работала на своей фактически первой работе, да? Где? В Вайфай. В консалтинге. В Вайфай. Нет, а вот в консалтинге после Вайфая. Ну, это не первая работа уже была. Это вторая работа. Это была вторая работа. Хорошо. Вот между консалтингом и, допустим, Apple подросла денежка чуток? Между первой и большой. Да. Перерывчик небольшой. То есть… При пацаны я вообще не пью, честное слово. Ребята, которые смотрят нас, понимаешь, они думают, как происходит рост. Сколько ты уже работаешь-то? Ой, мамочки, а сколько я работаю? Ну, вот. Года три. В общей сложности, да. То есть, без передыху, там, где-то года четыре уже. Вот так даже? Да. Время бежит вообще. Запрекли тебе, как собраску. Да. Ну, так. Нет, на самом деле, то есть, как сказать, иногда денежные изменения, они, может быть, не видны так резко. То есть, может быть, там, какой-то пакет бенефитов, да, там, меняется. Вот, или какие-то привилегии дополняются, или там, свобода графика. То есть, многие… Дорогого стоит. Это дорогого стоит, да. А в какой-то момент, то есть, вроде как, зарплата одна и та же, одна и та же, а потом вдруг перешагиваешь какой-то рубеж, и этот рубеж обычно не просто, там, пять лет экспириенса. То есть, написать каждый. Может, каждый. Это может каждый. Так. А знание каких-то вот специальных софтверов, tools, или там, каких-то техник, или какого-то предмета узконаправленного, в самом тестировании. Да. И умение об этом не просто знание. Знают опять, это могут быть у всех. А вот рассказать об этом, преподнести себя и продать себя красиво… То, чему мы фактически учим. Практически. Слушай, я, знаешь, мое впечатление такое, судя по студентам нашим, что вот 40 долларов в час сегодня можно получать, если ты простые вещи делаешь качественно. То есть, допустим, у тебя есть опыт в простых вещах, то есть, ты не знаешь глубоко ничего, ты не знаешь толком sequel, ты не знаешь толком automation, ты вообще ничего такого толком не знаешь, но ты так аккуратненько пишешь тест-кейсы, баг-репорт, и как-то так более-менее ориентируешься. Вот уже 40 долларов за это можно получить. Ну, в принципе, можно поискать и получить, да. Да, поискать, да. То есть, это возможно, я не говорю, что это невозможно, но если у тебя есть, опять же, вот именно, как сказать, какая-то флэбра, как это по-русски будет? Ну, скажем… Что-то специальное. Специальное. Да, то есть, опять же, узкое направленное. Мы идем при всем, при том, что добротным, стабильным, хорошо знать в генеральном смысле, у тебя должна быть какая-нибудь вот такая изюминка. У тебя какая изюминка, скажи? Ну, у меня много. Начнем с того, что… Ты как булка прям коварения. Я еще и сырок творожный. Да, ну давай, какая у тебя изюминка? Ну, в принципе, вот в последнее время, то есть, я занималась не только мобильным тестированием, то есть, последние три года я занималась каждый день мобильным тестированием, вот. Плюс к этому у меня пошла, как бы, вот волна Haptic Devices, то есть, это новое направление. То есть, в принципе, оно началось с AR, то есть, Augmented Reality, потом перескочила на Haptic Devices, связанные, как бы, побочно… То есть, все, что у нас… Ну, в самом простом смысле это будет, там, Fitbit, какие-то, там, связанные, там, всевозможные… Variable Watch. Ты начала с Google Glass. Ну, Google Glass, это тоже, это был такой совсем этот детский этап. Хорошо. То есть, он потому и не понял. А теперь перешла просто к всякой дряни, которую на человека надевают. Ну… Более интересно. А вот, ты скажи, сахар меряют уже бесконтактно или нет? Ну, наконец-то! А вот как раз мы над этим и работаем, только не я, конечно. В общем, ты мне вынесешь, если что, там, опытный образец, я буду тестировать. Бета-тестер у меня. В следующем месяце уже появится. Да. Ну, хорошо. Я помню, все время объявляли громко, что сейчас выйдет, а потом выяснялось, что его не выпустили, потому что он ничего не меряет. Нет, как раз вот меряет и даю зуб каждый день вижу графики. То есть, ты, можно сказать, выросла от устройств для бесконтактного секса на уровень… Я не выросла, это переросло. Это совершенно другая область. И при этом… Ну, почему мы все время к этому возвращаемся? Больной вопрос, Михаил Петрович. Скажи такую вещь. Нет, я параллели ищу. А, понятно. Скажи такую вещь. Вот то, что ты стартапила… Да. Со своим… Кавалером. Значит… Почему кавалером? Он спутник по жизни. Спутник жизни? Да. А я как говорю? Ну, не знаю. Значит… А я в классическом таком… Я как гимназистка, кавалер. Значит, так вот, спутник жизни. Вот вы стартапили. Это на тебя отложило… На тебя наложило какой-то отпечаток, который… Ну, вот ты чувствуешь, что ты изменилась, и в хорошем смысле это как-то другие видят, чувствуют и так далее. Я преобразовалась и заматерела. И стала спокойнее. А кавалергарный век не долог. И потому… Вот так сладок он… Да. Нет, это, кстати, просто в параллель. Да. На самом деле, стартап – это… Я понимаю, что очень тяжело говорить стереотипами. Они, может быть, даже не воспринимаются, но стартап – это школа жизни. То есть, мы прошли, перелопатились только сами и через все прошли сами. Да. Что и усы выросли, и сбрились, и опять отросли. Вот. Но, тем не менее, мы знаем теперь, где слабые места вообще стартапа происходят. И они совершенно не в технической части заложены, даже не в презентационной. Конечно, конечно. Вот. И откуда деньги растут, и почему они растут именно оттуда. А главное, что у нас появилось, как сказать, мы изменились сами. И каждый раз, когда ты меняешься сам, ты меняешься круг твоего общения, твоих знакомых. Да. То есть, ты рекомендуешь всем. Абсолютно. По стартапе. А по-другому вообще не получается. Если ты в силиконовой валю, то это надо быть полным идиотом, чтобы не начать что-то, или хотя бы попробовать делать что-то самому. Переведу камеру на Софию. Вы теперь обе в кадре. Вот, София, ваш сын немножко стартапил, да? Он сказал, что это его сильно изменило в лучшую сторону. Помните, да? Да. То есть, он работал себе на работе, никого не трогал. Потом они с пацанами там начали что-то делать. И это ему дало видение такое. Да, ему дало видение. Он на работе очень сильно вырос. И, то есть, когда он делал презентейшн, они просто не понимали, когда мобилки начинались и все это. Они не понимали, откуда у него такие знания. Видишь, а уже виз-президент большого банка. Ну, классно. Вот, так что ты давай тоже. Не отставай. Ну, я вице-президента не мечу. Я в основном... У меня всегда был критерий. И, наверное, это вот был основной момент прохода в Google, когда они спросили там, что нравится, что не нравится. Я им сказал, пацаны, я им сразу предупреждаю, что я не average, что я very special. Вот. А что нравится, говорю, у меня моя работа должна приносить фан. Остальное, деньги там все остальное предложатся. Они говорят, о, классно, наш человек. Говорит, как ты можешь описать себя? Я говорю, двумя словами. Говорит, curious monkey. Говорит, подходит. Пошли прыгать вместе. Я говорю, пошли. Все. На этом интервью закончилось. То есть, я чувствую, ты освоилась со школьниками-то. Да. У тебя, понимаете, сын, в каком классе сын-то у тебя? В четвертом. Ну, вот еще пару лет, и ты уже сможешь с этими тоже так разговаривать. Он очень… То есть, он под влиянием моего партнера по жизни. То есть, он точно уже выбрал себе профессию, что он будет… Изобретателем. Изобретателем, да. То есть, у нас там дома до сих пор куча всяких предметов. В этом главное не испортить ребенка академическими знаниями. Да. Ну, с этим у нас пока проблем нет. Ну, хорошо. Ладно. Отставание по всем статьям. И в это. Да. Значит, что ты скажешь… Скажу. Тем, кто нас смотрит… Может быть, там многие говорят, я помню и в эту… Да, мне до сих пор пишут и звонят, представляешь. Пишут, пишут, да. Намекают на наши с тобой отношения, говорят, я вас помню по школе Портнова. Вот. Говорят, я вас видела там где-то в закромах родины у Портнова. Да. А, ну, ладно. Портноваходовое слово… На улице узнают. Не знаю. Ну, сейчас будут узнавать. Сейчас у нас… Я замаскировала. А я вроде узнаете. Спасибо, друг. Ну, ты же не друг. Да. Кореш. 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 Ну, хорошо. И в это. Значит, давай мы напоследок что-нибудь такое, знаешь, типа англичане ружники, причем не чистят. А, напоследок я скажу. Так, что говорим? Так, говорим. Я ребятам хочу сказать, что у нас и в это работала в творческом коллективе, как называется… Ну, зачем? Там эти мимые… Ну, это вообще… Ну, не мимые они, а маски… Маски. Она в масках работала… Ну и что? Это дополнительная реклама маски? Нет, я хочу сказать, что начав с масок, она пришла к очкам… Кстати, все вернулось на круги свои… Я, кстати, очки не делаю, у нас Haptic Device – это совершенно другая вещь. Вот, но… А почему Haptic? Что за слово такое? Haptic – это когда ты ощущаешь с прикосновениями, то есть просто точь это не называется, потому что это различные виды прикосновений и как ты получаешь информацию через прикосновения. Вот, как бы tangible, другими словами. Хорошо. Ощутящая… Назовите это так. Haptic. Да. Ну, Haptic – это официальное название. Ну, дай ему здоровье. Да. Так вот, я хочу сказать, творческий человек, он и в маске, и без маски… У нас еще были примазки, у нас было много примазок в свое время в примазках. Примазывались? Да, примазывались. Все, машем ручкой. Машем ручкой. Пацаны, в общем, дерзайте, главное – сделать первый шаг, это всегда страшно. Первый шаг – это грин-карта. Ну, хорошо, грин-карта, начнем с грин-карта. А то, что вот все остальное… А все остальное – обращайтесь. Да. У нас есть школа партнера. Слушай, скажи такой вопрос. Вот я возвращаюсь, раз мы не попрощались, толку. Скажи такую вещь. Скажи такую вещь. Вот ты все-таки к нам пришла, ну, если мягко говоря, не девочкой. То есть уже… Так заметно было. Ты все-таки была уже, сколько там, за сороковник была, правда? Да, за сороковник. У меня был переходный возраст. Я не считала себя, нашла. Ты пришла, все-таки бывала за сороковник. Ты никогда не занималась ничем компьютерным раньше. Ну, относительно. Ну, относительно. Я все-таки в госпитале там… Ну, относила. Относила компьютер. Относила компьютер. Значит, тебе не страшно было? Ты не думала, куда меня дуру там старую несет? Так я что же в небо орал? Во-первых, я никогда себя дурой старой не считаю, даже сейчас. Я утрирую. Я как Карсон в полном рассвете. Я тебя старше сейчас, но я тоже не такой уж… Я, скорее, молодой. Да. Ну, так что? Не было ощущения, что, может быть, поздновато или… Это состояние внутри. А внутри мне все еще 15. То есть… Я не знаю, когда у меня это состояние переменится. У меня ветер постоянный пока. Мэри Поппинс пока не поднимает зонтик. Так что все нормально. Ты, мне кажется, испытываешь культурологические знания нашей аудитории. Ну, извините. Они «Каштанку» знают, а Мэри Поппинс могут не знать. Ну, хорошо. Трелеса значит не читали. Хотя сейчас уже и «Каштанку» многие не читали. А может быть, все-таки он популярен. У нас много молодежи, они пытаются читать. Ну, сейчас я какую-нибудь аналогию с «Каштанкой» приведу. Не надо, не надо. Хочешь за Гугл ухушу. Ладно, хорошо. Давай, мы уже прощаемся. Маша вручками. София, тоже помашите. Вы у нас в кадре все. Счастливо, ребята. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok